Всем привет! Сегодня сравнение колонок Victor 50FX и JBL L56. Ну, они разные по размеру, да, разные по цене, причем не угадайте, вот на самом деле, сколько они стоили в Японии. Я думаю, что Victor 50FX, точно не знаю, но он, скорее всего, стоил 59 800, это такая магическая цифра, 59 800 йен. Как японцы говорят, война 5 9 8, да, так это называлось, 80-е годы. И когда все производители всех брендов, которые дожили до 80-х годов, а некоторые остались только в 70-х, как бы там обанкротились или как-то, японских брендов, они все, глядя, видимо, на успех Diatone 73, который продавался за 59 80, он как бы изобрел новую нишу такую. Diatone, ну, видимо, до него не было таких колонок, были, может быть, чуть крупнее или чуть мельче. Diatone с моделью, который, ну, не то чтобы там шедевр по звуку, как говорят, да, но он изобрел именно вот такой размер, вот такой размер басовика, и это все за такую небольшую цену, мне кажется, она небольшая была, 59 800 йен за одну колонку, за две, значит, больше. 59 800 йен, Yamaha NS 1000 монитор стоила бы, ну, 110, допустим, 1000 йен, или там 120. И все производители, японские, с каким-то озверением ринулись делать то же самое, то есть, именно делать такого же размера, такой же цены, вот образовался класс семерок, таким образом. И у них у всех была цена 59 800, может быть, кто-то не знает, если зайти на херетаж, они все стоили одинаково. И Yamaha NS 700 X, 59 800, и Victor, там, вот, как у меня FX 5, это уже поздние 80-е. И вот 50 FX, наверное, тоже, и это, и это, и это, то есть, они как-то приучили потребителя, когда сотовые операторы, там, телефонные, друг с другом конкурируют, и мы сделаем еще дешевле, а мы еще дешевле, там, у нас будет минута стоить рубль, там, и так далее, да. Вот японские производители, возможно, себе убыток, бились за вот эту вот 59 800 стоимость, вот таких вот колонок, такого размера, они все одинакового размера, веса, там, 25-30 примерно, и определенного, ну, достаточно хорошего качества излучения. То есть, это такой средний, выше среднего класса. А к чему это? К тому, что, вот, допустим, этот Victor стоит 59 800, как и все ему подобные, а JBL и L56, которые меньше, которые, так, по виду, еще и двухполосные, они, как бы, больше похожи на пятерочки, это семерочка, а те на пятерочки похожи, на более компактные колонки, например, на 30FX, там, или на SX5, а JBL стоила, вот, нахер и та же написано, 75 тысяч йен в 82-м году. Почему? Да, то есть, дороже, чем эти. То есть, оно, как бы, размером меньше, оно, вообще, если бы JBL, вот эта 56 была бы японской колонкой, ну, например, у Onkyo были там какие-то, Onkyo двухполосные тоже, она бы стоила, там, тысяч, так, 40 примерно йен, а она стоила 75, вдвое дороже, просто потому, что она из Америки. Ну, может везти дорого-далеко, а, может быть, за иностранный бренд готовы были переплачивать, чтобы быть престижным японцем таким. Вот так или иначе, JBL 75 тысяч йен, это штука 59, ну, 60 практически. Ну, и вот с такой разницей в размере. Так вот, смысл все равно это сравнивать, все равно маленькие колонки, у них меньше масштаба и так далее, ну, и они тем более двухполосные. Смысл в том, что и то, и другое я определяю, как роковые колонки, они у меня, так сказать, в коллекции, мне даже неохота их продавать. То есть, это вот та акустика, и та, и другая, которая мне нравится, ну, в первую очередь тем, что не так много колонок, которые умеют играть рок, а эти и те, и другие умеют. Но было интересно, давно мне уже было интересно узнать, кто, ну, как вот они в сравнении друг с другом. Потому что, когда я сравнивал несколько месяцев назад JBL L56 с Виктором, предшественником вот этой модели, там на, сколько там, на 5, на 6 лет она раньше была, Виктором SX-5, желтым, таким под дерево. Вот он тоже в какой-то степени роковый, у него такой бас, как отбойный молоток, как у Вауда такой. Ну, средне-высокие, более мелодичные. И в сравнении с JBL тоже как-то вот, мне даже показалось, что JBL круче, именно там, где нужен драйв, где рок и все такое, за счет металлических лычей, хоть она и двухполосная. У JBL выдающийся бас, фазоинверторный такой прям, подвальный. Я подумал, что я, возможно, недооценил L56, и они даже играют не то, что как пятерки, как, например, Виктор SX-5 там, но даже, возможно, как более крупные, более старшие. И вот они более крупные и более старшие, рядом с ними стоят, 50-х. Наивно было бы надеяться, что они как-то сравнятся, но, а что бы не сравнить, а вдруг, то есть. Мне показалось, что это, возможно, что это будет где-то близко. И вот сегодня мы узнаем эту истину. L56 колонки такие хорошие, но они не всегда заходят, ну, то есть от настроения зависит тоже. Разухабистые, роковые, с большим басом, таким ухающим, с фазоинвертором мощным, очень низкий, очень такой прям особенно на Prodigy, как будто какая-то, не знаю, вакуумная бомба, какая-то там бумс-бумс-бумс, вот так вот работает. И, тем не менее, я хотел, поначалу, когда я их купил, JBL56, я их хотел продать, выстоял, потом у меня уже как бы говорят, что продаешь, и я такой, ой, снимай объявление, что-то мне расхотелось, потому что настолько они, ну, все-таки роковые, да, это редкость. Колонки, которые играют рок, специально созданы под это. Поэтому я их себе оставил, хотя, в принципе, мог бы за 40 тысяч продать. И вот сейчас вот, глядя на то, как у меня что-то вообще ничего не продается, там эти Vector FX5 не продается, и прочее, прочее. Что у меня там еще? JBL L112, достойные колонки, которые ровнее этими, Sansuium XL900, но они не такие роковые, они более спокойные. Или Advent, ну, Advent, я думаю, рано или поздно продастся, пусть он никуда спешить не надо, там, через год или через два, так это все медленно происходит. Но Vintage, который не в суперидеальном косметическом состоянии, потому что всем нужна мебель, мебельщики хотят купить мебель в идеальном. Вот прям какая-то мания, идеально-идеально, чтобы было, да, то есть не звук важен, а просто, чтобы мебель была красивая дома. Глядя на то, как плохо продается, я думаю, может, все-таки L56 не стоит держать, и тоже их выставить сейчас на продажу, да, и я решил, вот, собственно, по этому поводу посравнивать с Виктором. Думаю, сейчас пойму, что все-таки JBL это попроще, чем Виктор, ну и ладно, у меня вот есть Виктор, зачем мне две пары, я JBL выставлю. Но в первый день, может быть, так и было, то есть я это видео записываю уже второй день. Первый раз я записал, все нормально, там, три или четыре или пять песен и разговор на видео, но вроде бы я вот не, как бы, ну, готов слушать музыку, но у меня иногда бывает, когда вот музыку не воспринимаешь, когда работает только логическое, так сказать, полушарие мозга, а творческое не работает. И из-за этого вот как тогда, вот я думаю, ну, раз уж я собрался, у меня там, типа, выходной буду записывать. Сижу и не понимаю, где вот эти все аналогии, что одни колонки похожи на, там, сумрачный, готический какой-то замок, вторые, там, на рок-концерт. Ничего такого, ты, у тебя просто мозги не работают, у тебя ты вот логикой, как бы, ну, слышишь, что вот эти чище, там, например, Викторы чище, солиднее играет, JBL играет попроще, там, типа, да, ну, баса побольше, зато у них фазоинверторный. И все, вот это так слышат большинство людей, которые не могут врубиться в красоту музыки, именно, увлекательность, там, и прочее, и прочее, вот такое. У меня тоже такое бывает, к сожалению, я уж надеюсь, что это редко такое бывает, а то вдруг начнет все чаще пропадать вот эта способность погружаться в музыку и балдеть с ней, или как-то ловить настроение, характер колонок. И это не самовнушение, потому что это повторяется из раза в раз. То есть, допустим, вот Викторы, я знаю, что они вот такое на меня впечатление оказывают, вот эти вот, не с одного раза, а там, за прошедший год, я их, может быть, раза 4-5 слышал, ну, и почти всегда примерно одно и то же впечатление. Значит, это я не придумываю, значит, оно так и есть. Когда у тебя подходящее настроение, они на тебя вот такое впечатление оказывают, а какие-то колонки там, S90B, например, другое там и так далее. Ну, бывают дни, когда вообще никакого впечатления нет. Это ты просто сидишь и слушаешь. Тебе, ну, не то чтобы скучно, но ты как робот просто оцениваешь. Вот здесь больше верхов, здесь меньше верхов, там здесь больше баса и так далее. Здесь звук чище, более, ну, это слышно. Более высококлассно, здесь как-то попроще. И в первый день у меня выводы были относительно сравнения этого в том, что я это видео даже не знаю, может, ссылку на него дать или не надо. То первое, которое записано было. Вкратце просто в том, что, ну, Виктор круче. Как бы он выше классом, он круче, у него более там проработанная середина, потому что он трехполосный. Более масштабный звук, потому что он более крупный и все. То есть, как бы вот, ну, по сути так. Но это мне как-то было мало, все-таки я к этому готовился, сравнению, и это такое большое событие, сравнить две любимые рокерские пары колонок. И при этом в тот день, когда ты в них не врубаешься, и потом просто сказать, что, ну, вот это вроде бы лучше, а это вроде бы хуже, и все на этом. Это же неправильно. Когда оцениваешь такие колонки, интересно вот именно эмоции, какие-то впечатления. Потому что рок это эмоции, это драйв и все такое, да, а не то, что там, кто чище играет. Поэтому я видео еще не опубликовал, и через там, сколько дней прошло, там дней пять, я вот решил снова послушать, сравнить. Если после первого дня мне JBL все-таки захотелось продать, ну, потому что Виктор вроде как круче, то сегодня я вот что-то даже и расхотел, хотя жалко, так бы тысяч 40 бы не помешали бы, если бы они продались эти L356. то есть сегодня я уже, ну, не стал там эти все, те треки заново записывать или как-то, я добавил несколько новых, там, Металлика и что-то там еще, рокерский в основном. Три всего песни, ну, перед этим послушал, и могу дополнить, то есть уже как-то, все-таки сегодня я врубился, и мне было интересно, я вот улыбался, слушал, это интересно, то есть как бы когда ты кайфуешь там с того, как оно играет там эту музыку громкую и веселую. А что я сегодня услышал? Ну, JBL L56, да, они рокерские, они специально под это созданы, они отличаются от более старшей модели, от 112, тем, что они как бы играют погрязнее, середины у них нету, потому что они двухполосные, поменьше как бы. Ну, у них вот этот драйв, вот, который строится на басе, я это тоже раньше уже говорил, их нужно включать погромче, чтобы бас заполнял вокруг тебя все пространство, и тогда вот они работают как надо, эти колонки, то есть они создают ощущение концерта, что у тебя полутрясется под ногами, что вокруг тебя, вот, все туда-сюда, вот так вот воздух ходит ходуном там, да, не обязательно прям сильно громко, но чтобы было так громче, ну, громче чем, то есть чуть-чуть, чтобы ощущение было, вибрации стен, мебели, там, и всего такого. Тогда это веселые колонки, и они, рок-музыку именно, почему хорошо играет, у них вот определенные вот эти рифы, то есть, ну, рок-гитара, там, типичные какие-то аккорды, я не знаю, чистота какая-то, вот, раньше на РЕН-ТВ были программы, типа, вот, что чистота, ну, они, не знаю, правду говорили или нет, гитарная частота на рок-концертах, там, какая-то, или, частота настройки какого-то основного тона, или что-то, или дисторшина, дисторшина, наверное, то есть перегруза, что-то там сколько-то герц, что-то 666 герц, что ли, типа такого, и, или там 696, и они такие, говорят, число дьявола, весь вся рок-музыка, вот на этом, типа, держится там, и так далее, не знаю, какая там на самом деле частота, но вот это вот ручание, урчание гитарное, оно на джибеллах заточено, оно как комбо-усилитель, он такой, дрррррр, вот так вот прям играет, чего, например, ну, может быть, Виктор в меньшей степени может, а какие-то колонки, там, типа, Диатон, Онкио, или там, Ямаха, они вообще про это, типа, я такого, ну, не, не слышал, вот они так говорят, рок, не, я такого даже не знаю, типа, извини, я исполнять не буду, а джибелла 56, они могут, то есть, они вот, этот диапазон рычания, мурчания, хорошо играет, именно, вот он у них, основной, все как надо в уроке, рычание гитары, дисторшн, такой, дрррр, дррр, дррр, вот, ну, вот, как бы, я не знаю, какая-то частота, плюс грохочущий бас, все, и получаем роковые колонки, плюс, ну, быстрота динамика, плюс, выраженное ВЧ, классно, весело, вполне себе, и, если говорить про хай-файную музыку, типа, Дэрт Стрейтс, то, ну, как-то, играет, конечно, но, Виктор, вот, именно, если что-то нормально, то, Виктор лучше играет, Дэрт Стрейтс, и все такое, поэтому, L56, они, ну, в принципе, как бы рокерские, у меня, вообще, сегодня, мне кажется, язык заплетается, мне как-то нескладно, мысль идет, уж, извините, рокерские, да, но, и какую-то хай-файную музыку, они более-менее, сыграть смогут, но, сильно, многого от них ждать не стоит, все-таки, у них основное направление, это рок, либо танцевальная, клубная музыка тоже, и, конечно же, Виктор играет, красивую музыку, там, или джазовую, хотя, это тоже, не особо его конек, именно этой модели, 50FX, но он играет лучше, солиднее, после JBL, когда включаешь Виктор, вот этот вот, несколько другое ощущение, JBL такой веселый, как, давайте, вот, устроим вечеринку, устроим концерт, такой, как бы, какое-то легкое, задиристое, американское настроение, Виктор 50FX, после него, на тех же самых песнях, звучит более сумрачно, он такой, как скала, такой, монолитный, и величественный, и угрожающий, как нависающая скала, такая вот, какие есть группы, или какие-то рокеры, которые, вот именно, в образе, в таком, не типа, я там скачу и прыгаю, в таком, каком-то серьезном, пугающем, немножко криповом, вот, Виктор, он такой, он, ну, колонки скала, просто, две скалы, которые, очень солидно, и мощно, так играет, сумрачно, ну, тоже, с драйвом, тоже, причем, после JBL, когда включаешь Виктор, да и после, каких-то там, недавно других колонок, тоже после Викторов FX5, кажется, что здесь высоких мало, хотя они стоят на максимум, 50 FX, ну, ты привыкаешь, вот на JBL, более ярким ВЧ, а здесь их, как бы, меньше, сначала кажется, что что-то не в порядке, но потом ты понимаешь, что это даже хорошо, вот, чуть привыкнешь к этому, такому звуку, и ты начинаешь более внимательно, слышать, средние и низкие, потому что высокие тебя, как бы, не так отвлекают, они есть, но они просто не такие яркие, ну, опять же, не могу сегодня много что-то сказать, все как-то уже вылетело из головы, но Виктор круче, да, и то, и другое роковое, JBL более веселый, более разухабистый, у него бас такой, местами просто, как бомбежка, такой подвальный бас, но у Виктора, кстати говоря, несмотря на то, что это закрытый ящик, у него нет именно фазоинвертерного вот этого эффекта, такого паум-паум, такого оглушительного, но в целом, то бас примерно такой же, но он потому что и покрупнее, как бы, размером. Виктор местами не такой резкий, не такой яркий, как JBL, в нем, у него сила, не знаю, в какой-то его вот этой солидности, монолитности звучания, такой серьезности, он такой, ну, как грозовой фронт, это тоже классно, и он тоже роковый, вот как-то так, ребята, поэтому и те, и другие колонки хороши, да, Виктор, как бы, классом выше, но они коллеги по рок-жанру, и, вот именно, если говорить про рок-жанр, то сказать, какие из них лучше или хуже, трудно, потому что это просто, те по-своему хорошие, те по-своему, потому что в роке, ну, может быть, не сильно важна там какая-то изысканность, а не просто по-разному играть, а если говорим про, там, дарт-стрейтс или что-то еще, конечно же, Виктор это все играет лучше, более изящно, более солидно, более высококлассно, вот, ну, дарт-стрейтс и вообще чего угодно, все, что кроме рок-а, то есть, Виктор хорош, но высоких многим может не хватить, вот такой стилек, высоких на минимум, вот у этой модели, у FX 5, высоких довольно-таки много, и там уже все по-другому.